друзья всем огромный привет добро пожаловать ко мне в гости на канал парфюмерные истории спасибо что заглянули на календаре 31 мая а это значит что завтра начинается лето ну и какое лето без ягод и фруктов и я хочу показать вам подборку из ароматов составе которых есть либо ягоды либо фрукты видео я разделю на несколько частей потому что мне хотелось показать отдельно ароматы с нотой черной смородины с нотой клубники малины земляники а также отдельно выделить группу ароматов составе которых есть нота грейпфрута и граната и так сегодня первая часть видео посвящена ароматом с нотой черной смородины и начнем мы с аромата в котором но то черной смородины заявлено но как таковую я ее не слышу и я говорю об аромате крит авентус у меня это маленький-маленький отливантик который мне передала ольга олечка привет тебе огромный и сегодня будут еще несколько ароматов от оли и спасибо тебе большое что ты познакомила меня с этими ароматами что я слышу в этом аромате помимо заявленной ноты черной смородины прежде всего это красивый сочный такой фруктовый аромат в составе которого четко слышно нота зеленого яблока такой сочный взрывной аромат очень женственный прям такой летящий очень шлейфовые мне кажется что несмотря на то что здесь черной смородины не слышно но тем не менее это действительно летний аромат следующий аромат который я вам хочу показать это аромат виктор энрольф lavender illusion аромат посвященный лаванде судя по названию да но помимо лаванды здесь очень хорошо слышны именно ягодные акценты и именно черная смородина а в базе заявлены ноты сосны к сожалению хвойных нот я не слышу до меня они не доходят еще но я надеюсь что летом аромат проявит себя а пока мне остается наслаждаться именно сочностью ягод который я здесь слышу больше чем лаванду и возможно именно ягоды не дают скатиться этому аромату фужер не делают его мужским это унисексовый аромат я бы сказала но он предпочтительнее для женщин кстати с этим ароматом меня познакомила женя женя привет тебе тоже следующий аромат где уже смородина черная больше слышно и дальше мы будем по нарастающей с вами смотреть ароматы где черная смородина будет проявляться все громче громче сочнее и звучнее и ярче у меня этот аромат в небольшом пробнички это и зеленой и новинка этого года от парфюмерного бренда с если у меня это такой вот брендированный пробничек я сейчас нанесу на себя хочу его обновить аромат придает ухоженность своей хозяйки а это я считаю на женский аромат помимо заявлено здесь ноты розы очень очень чувствуется вот именно но то черной смородины очень красивый такой благородный аромат возможно так пахнет куст черной смородины растущей рядом с розами с парфюмерным брендом парфюмбокс я познакомилась благодаря надежде надежда привет тебе большой и буквально на днях когда я была в москве я встретила надежду неожиданно для себя это была уже встреча оффлайн до этого мы с надеждой переписывались кстати познакомились мы благодаря николаю николай привет и софии софия тоже тебе огромный привет вот видите как много друзей благодаря youtube появляется у меня и у моих друзей и парфюмов становится все больше и больше надежда как я уже рассказывала в одном из моих видео прислала мне для знакомства несколько своих ароматов в числе которых был и этот меланхолий love вот такая вот маленькая маленькая пробирочка и аромата здесь осталось не так уж и много почему потому что для меня это действительно очень красивый легкий очень позитивный аромат где тоже есть нота черной смородины а также есть нота ревеня и белой груши оттого аромат очень сочный очень нежный очень яркий позитивный честно у меня он не вызывает никакую меланхолию наоборот легкость нежность и когда я встретилась с надеждой я уже носила в голове идею о том что мне нужен флакон мне нужно еще эта волшебная жидкость и вот вуаля пусть он не полный но зато но зато еще есть чем поживиться и чем себя порадовать этот аромат я ношу периодически и причем я ношу его как в дневное время так и в вечернее и особенно вечернее время мне очень нравится надевать этот аромат потому что для меня это аромат хюги аромат уюта аромат спокойствия мне он очень нравится надежда спасибо тебе огромное вот он вот он вот такой вот красивый флакончик вот вот аромат парфюмерного бренда байреда африканский бал я знаю какой вы ждете аромат но он будет он будет терпение мои друзья а пока я хочу напомнить тем кто любит черную смородину что в этом аромате африканский бал балдафрик тоже есть она это красивый женственный также аромат здесь еще есть цветочные ноты но смородина здесь проявляет себя на старте в верхах и этого достаточно для того чтобы аромат звучал пел и радовал аромат в котором черная смородина звучит еще громче и еще ярче это аромат кассис шипр от анны соколовой это украинский парфюмерный нишевый бренд и аромат мне прислала из украины моя подруга алена ален алена привет у меня сегодня такой день приветов большой привет всем привет друзья всем огромный привет действительно я очень рада тому что у меня есть друзья и дарите мне такие замечательные позитивные эмоции и свою энергию что здесь здесь черная смородина очень явно слышно и она то знаете такая бархатная это не ягода это не лист это знаете сам аромат он такой ладно скроенный и вот если действительно его переложить на ткань чтобы почувствовать вот эти тактильные ощущения это действительно будет бархат это очень красивый такой достаточно дорого звучащий вечерний аромат я бы сказала что это аромату не секс но и самый яркий самый громкий и при этом неоднозначный аромат с нотой черной смородины это не только новинка в моем парфюмерном гардеробе но и новинка 2021 года микс эмоушен от байреда я его долго разнашивала для того чтобы понять все таки нравится мне чем он пахнет мне потому что здесь вот черная смородина вот прям в таком ярком ее проявлении причем она такая бывает терпкая аромат действительно вызывает смешанные эмоции потому что в старте это очень красивый такой знаете даже похоже на шипровый аромат он такой плотный очень яркий очень стойкий очень шлейфовый но если переусердствовать с нанесением то но это черной смородины здесь на мой нос она скатывается в кошачий лоток поэтому для себя я решила что мне одного пшика будет более чем достаточно тем более что распыление здесь очень хорошее очень диффузное кстати многие кто уже попробовал его отмечают что слышны ноты табака причем вот запах именно сигареты табака где-то помещение где повышенная влажность да есть такое сначала я этого не слышал но сейчас я это ощущаю поэтому для меня очень важно действительно вот найти золотую середину чтобы соблюдать вот этот баланс между приятными и позитивными эмоциями и негативными потому что кошачий лоток и запах сигарет но как по мне не особо нравится скажите пробовали ли вы этот аромат нравится ли он вам с чем он у вас ассоциируется может быть с кем для меня это аромат который ассоциируется с калейдоскопом помните детскую игрушку когда ты в трубочку смотришь и видишь разноцветные стекла и они складываются в какой-то необычный узор и когда ты его поворачиваешь что узор меняется так вот для меня это вот вот этот вот альфактивный узор альфактивный калейдоскоп когда ты подул ветерок у тебя одна картинка один запах подул снова ветерок другая картинка другой запах я не скажу что я его ношу часто мне кажется для офиса это будет очень яркий аромат а на вечер да почему нет и я думаю что все таки аромат требует пространство это такой очень экстравертированный аромат поэтому пощадите своих близких и родных если они очень чувствительны к но там черной смородины или табаку хотя здесь ну то табака я по-моему не помню чтобы были заявлены но я могу ошибаться и так это были ароматы которые есть моей коллекции в которых есть ноты черной смородины когда я спрашивала у себя на страничке в инстаграме друзей по поводу ароматов в которых есть эта нота мне люпа любопытный нос любочка привет напомнила про ароматы си как же я могла про них забыть giorgio armani си действительно там тоже есть нота черной смородины в дуэте с красной розой почему с красной не знаю вот так не захотелось а также когда-то у меня был в коллекции аромат трезор midnight rose красивый флакон очень очень красиво пахнущий такой вот действительно вечерней розой опять же рядом с которой рос и благоухал куст черной смородины и там еще была малина ну вы знаете мою так скажем любовь к розе поэтому не аромата си не аромата трезор midnight rose тланком у меня уже нет но тем не менее вот если кому-то нравятся такие ароматы обратите на них внимание на сегодня все спасибо вам огромное за внимание пишите в комментариях какие ароматы с ноты черной смородины есть у вас такие любите будем обмениваться может быть еще что-то мне понравится и я с удовольствием послушаю может быть и приобрету следующие видео как я уже сказала будут продолжение этой истории о фруктово-ягодных ароматах берегите себя и будем радоваться летом до новых историй пока пока а и и и и и и и